всем привет дорогие друзья мы продолжим играть с вами ведьмака 3 с вами я тут и давайте мы посмотрим что же новенького у нас появилось ну вот во первых мы сейчас почитаем наверное с вами всякие интересные штучки которые у нас появились в глоссарии у нас есть много информации по персонажам так я вам читать не буду просто оставлю кому интересно можно будет почитать я не fair хороша прям классно нарисовано прям супер так цирила мкр тоже мгр мне очень понравился очень прям так классно сделан так мы все больше новых у нас персонаж нету да вот персонажа нет веси мира еще оставим так отлично итак мы с вами находимся в городе и нам надо собственно выходить отсюда так и будем выходить мне очень нравится то что здесь все двери открываются и не нужно там портироваться из разных этих хотя вот сейчас здесь наверно мы быстрый переход сделаем да 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 карты мира нам показывают куда нужно перейти будет или что доступное задание одно но мы же там были и там ольгарский связной прайцы деле ну давайте вот сюда вот отправимся вы уже здесь так карты мира а вот велим ничейная земля ну давайте сюда пойдем с вами итак вот наш новая территория доска объявлений все дела 5 10 и мы с вами сейчас вот здесь вот находимся так давайте выйдем так нет подождите чё за фигня так сюда вы уже здесь пробел сюда мы туда быстро не можем что ли пробраться или как на лошади как-то странно так тайник но это вот наша начальная позиция где мы с вами стартовали что-то я не понимаю что надо сделать а погодите-ка мы вроде как уже перебрались сюда прекрасно вижу уже другое что-то офицер с дороги так ну супер император поведет нас прямо на новийград да 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 император то вас поведет но нам-то куда одеваться я вот что-то плохо помню и понимаю где нас на карту мира вытаскивают почему-то королевский замок в земле вы уже здесь опять не здесь чё за хрень может быть как-то вот здесь вот можно выйти она здесь мы с вами были так сыграем в гвинт нет квинт я не хочу я хочу заиграть в гад ну нас заставляют фактически да очень зашибись нет давайте мы не будем уверен что ходить после чего он будет защитным джентал киев мы уверены так нас ведет дорогу вот туда но дальше непонятно что надо делать что-то как-то вот мы находимся здесь пробел нам надо попасть сюда так вот сюда давайте попадем дерево висельников встреча с йеннифер оказалась не за этим я тупо время пребывания геральт что в изи геральт узнал что его подопечная цири вернулась из долгого путешествия и ей грозит опасность по приказу императора и по просьбе я нефер геральт отправился на поиски цири вот я так понимаю что это новая территория верен северной тимере пять дней спустя прикольненько ups дерево висельников в натуре веселое деревца надо сказать так ну что ж вот мы и приехали нельфкардский связной нам надо туда будет добраться с вами сейчас отправиться в корчму на распутье ну что ж поехали там какие-то гады всякие красные шмонаются опять кто-то висит судя по всему придется мне наверное защищать я так чувствую так и так вот доска объявлений давайте посмотрим что у нас здесь есть интересненького поехали крики в лесу слыхать далеко в чаще всегда густая тень лучше дитя не ходи в темный лес а то дикий зверь тебя съест берем дальше люди добрые если где в лесу увидите что ветки украшены всякими вкусностями пряниками яблоками в меду колбасками пирожками то как бы у вас не бурчало в брюхе хоть бы вы с голоду не помирали не трожьте кто их попробует живыми уже не вернется о как весело не распускай язык у деревьев есть уши доброжелатель люди добрые вчера ваш наш фалибор умер мы не можем похоронить его как следует в доме нет ни белой сорочки не полотна на саван нет досок на гроб если можете чем-нибудь поделиться помогите пожалуйста если мы проводим его на тот свет как положено он обидится и будет приходить к нам так что-то на импортном языке пропавшая жена люди добрые с шальтесь помогите мне в беде жена моя ганна пропала пошла несколько дней назад в лес и до сих пор не вернулась я уж не знаю что и думать заплачу любую цену тому кто мне вернет ее или хотя бы скажет где ее искать не ли находник из больших случаев тоже берем окей на новые отметочки открылись давайте прочитаем она мы это уже читали отлично давайте вот это посмотрим изволь сука являться если сам встречу назначил я прихожу подставляю сельскую шею и все наши гребаные операции а там только стужи и ебаный ветер как весело я думал в ноль гарде порядок а вы не читаемые передай свою генералу что я и мои товарищи то не обидчивая от переговоров не откажемся но раз уж вы все проебали теперь мы будем выбирать время и место следующей встречи ну как говорится из песни слов не выкинешь так вот и кровь между миром и видимо татата ля 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 новую статью добавили ладно не будем новое задание нам дали так давайте мы посмотрим с вами на карту что у нас представляет данная местность на карте мы сейчас находимся с и вот здесь нам нужно с вами будет попасть вот сюда дерево висельников находится вот тут ну и кучу кучу всяких знаков вопросов морских путешествий вы можете пользоваться лодками о круто здесь есть еще и морские путешествия это просто класс а если выйти на карту мира белый сад белый сад мы можем отправиться если что в частности чтобы сюда на военные трофеи поглядеть да можем я так думаю наверное отсюда сюда портнуться и здесь соответственно погулять ну что я хочу вам сказать что наверное мы будем делать по такому же принципу как мы делали и в белом саду вначале выполним основные квесты потом когда крестов не останется уже будем ползать по всяким знаком вопрос я думаю что это будет самый оптимальный вариант да то есть начале что-то основное делаем потом все дополнительно так а что здесь у нас тоже доска объявлений тоже какое-то задание и здесь кстати тайник есть вот в этом городишке да ну давайте наверно в корчму отправимся с вами что делать там много смотрите сколько здесь населенных пунктов супер тогда вот смотрите мы сейчас находимся в таком положении нам нужно будет влево дать влево дать вот так вот по тропинке по тропинке и вот сюда ну что ж поехали на счет садимся с вами на лошадь едем на вот туда него два не так быстро вот туда пошла поехали сушки а может быть мы здесь какой-нибудь местный макдональдс поищем поживать там или еще что как вы думаете наверное плохо деревне его река а вот смотрите новая отметочка собак какая забавная пытается к глянем давайте пошла на емся к деревне старушка пожилой человек чё чё плачет это все непонятно да так не любит нас здесь понятно так давайте посмотрим что она говорит вообще энциклопедия глоссарий персонажи книги ремесло так 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 здесь ничего нового нет пропавшись за жена письма тут всякие дальше ремесло так только кузнецы могут создавать оружие и только броники броню понятно окей стой 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 задание пропел давайте дальше медитация очков умения у нас с вами нет время ближатся к закату без сценарий волк медведь собака можно почитать все это дело духе призраки мурова дева луденица полуночница призрак огры накер трупоеды гуль утопец что забавно гибриды грифон опять же кому интересно можно почитать давайте смотреть дальше алхимия бой бомбы гвинт еще тут только нету просто какая-то жесть лодки лодки повреждения управления но я думаю что мы еще этим занимаемся обучением так ну в общем то мы все по кругу с вами прошли что-то описание населённых пунктов я так и не вижу деревня его рек одна из самых древних деревень в регионе она обязана своим названием ботанику недоучки который не в силах отличить друг от друга разные виды деревьев всех назвал называл его раме понятно так ну что давайте тогда пробежимся чуть-чуть здесь но я думаю что мы вряд ли за что-нибудь найдем скорее всего это просто вот деревню без магазов без макдональдсов без всего из постоялых дворов сюда можно зайти смотрите здесь можно наверно с кем-то пообщаться есть кто люди добрые можно свечку зажечь бутылка воды давайте подожжем опа классно не нравится как он поджигает закрыто верну с этим что-то будет связано отправиться в корчму что людей я здесь не вижу никаких хотя здесь есть вроде где и поспать взять грабли опять корабли прикольно это видимо дом сломан сломанных грабель я так понимаю так ну ладно у нас такая пошла пьянка паркел можно поджечь так вот там что за дом такой интересный сейчас посмотрим крестьянка нет не открывается тоже ну да ладно ну да ладно улучшение доспеха используйте специальные верстаки броника чтобы на время лучше доспехи увеличив параметр брони одну-ка давайте-ка попробуем почему не увеличивать вот используем ваши вещи были лучшими а эту штуку как улучшить вот это что ли ну-ка ахангу вот этому броню лучше сюда зайти нельзя здесь можно сожечь закрыта так мы видим и здесь наверное кто-то потом будет потому что слишком много аксессуаров от кузнеца но пока их нет так ну чтож руки и мы с вами тогда наверное давайте выдвинемся вперед садимся на нашу лошадку и движемся пока солнце еще не села потому что скоро сядет и будет совсем плохо вот поскачем сюда еще сейчас карту посмотрим все правильно мы делаем да мы с вами делаем все верно скакали значит сейчас едем 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 потом будем вдоль реки продвигаться о пачке ух ты каждого есть право припасть к источнику милости вечного огня ведьма приблизься ну-ка давайте пообщаемся возрадуйся крестоносится какой низкая по природе и сословию создания как ты может послужить славе вечного огня нужно сжечь останки павших на поле битвы они гниют в общих могилах или же их оскверняют трупоеды так не годится это будет мое доброе дело на сегодня это доброе дело будет щедро вознаграждено я знаю что такие как ты не работают даром я этим займусь этим займусь тебе зачтется чем больше добрых дел тема это ну да замечательно вот тебе освещенное масло а льешь как следует и подождешь ясно пламя должно взвиться до самого неба во славу вечного огня и все такое где мне тебя искать когда я сожгу тела я буду у моста на новиград так отлично погребальные костры ну давайте наверное пап сли подслеживаем вот это задание почему я все время сюда хочу зайти не понимаю так задание костры это на 10 рекомендуется уровень не давайте мы наверно попозже его сделаем тогда все таки поедем по по нашему плану как мы хотели но пошла все поехали так ну что нормальная дорога здесь даже на машине можно есть еще уж тем более на телеге так собака не знаю будем мы с ней воевать я думаю что нет опять повешенные висят вы держи так ну-ка давайте-ка посмотрим что там ну что ж отлично давайте посмотрим что у них там есть хорошего внутри ну давайте отпустим мужика ну давайте посмотрим что у них если набегут я ими займусь а сейчас давай-ка поговорим я предпочитаю знать кого развязываю ян вердун служил в 10 мариборской что-то ты отстал от своей армии моей армии больше нет нильфы ее разбили но я дал дёру в лес не дожидаясь этого пристал группе беженцев преисполненных сука патриотизма едва они узнали что я бросил тимерию в беде связали меня как тюк и оставили на поживу утопцем я тебя развяжу я тебе помогу спасибо я уж думал ты меня тут оставишь на верную смерть хотел бы я тебя как-нибудь отблагодарить но у меня даже ломаной кроны нет что делать такие мои убытки спасибо ведьма пусть тебе повезет да уж точно повезет так ну что чел убежал мы сделали хорошее дело люблю делать хорошие дела идем к нашей платве и поедем дальше ну а тут вот наши друзья находятся я думаю что мы сейчас с ними пока не будем встречаться на как они нам нужны по крайней мере пока никто не кричит помогите зачем помогать правда так вот сюда вот надо ехать почему-то плотва сюда не свернула непонятно почему сейчас мы сюда подведем эти какие-то что это это флаг типа какой-то ух ты чужой вон там корчман на распутье не торопись ну-ка чё за базар а ты не подслушивай не твое это дело уступайте отсюда милдарь ну ладно видимо речь про свинью шла я надеюсь что про свинью а не про кого-то другого давайте посмотрим какие здесь задания есть так я накормил своих голодных детей блинами из желудевой муки уже три дня они лежат и не могут встать а живот у них скрутило они только рвут и плачут если знаете как им помочь зайдите в мою избу отблагодарить нечем кроме как теплым словом и молитвой сим объявляем со следующей каждый у кого есть дойная корова должен до конца недели привезти ее в замок в воротницах кто этого не сделает и у кого во дворе такую корову найдем получит 50 плетей и потеряет все имущество кто донесет на укрывателя получит мешок зерна награду вот это я называю воровство такие суки надеюсь в аду гореть будут люди добрые если в лесу где увидите что ветки украшены всякими вку ага но это он читали уже брат мой родной микель пропал кто его найдет и целого домой приведет или же узнает что с ним случилось тому денег на награду не пожалею барону словечку за него замолвлю найти меня можно у корчмы на распутье брауна все отлично можно факелами поджечь давайте прочитаем а но это мы только что читаем вот новый заказ прикольно пафосно ну что вот она и ночь давайте посмотрим задание дополнено или в городской связной и расспросить об агенте генрики в корчме на распутье но эти у корчмаряпы я еще одного человека зовется гендриком на коем тебе дело есть дело дай бутыль жанки так тут приехал кто приехал что хочет отсюда я черный вход открою я еще не допил я еще не допил а как мать вопки это кто храбрый видать вояка два меча навесил ты седай на что тебе два мяча в штанах он два хера держит да и сука глухой скажешь кто ты такой есть или тебе язык ножом развязать я ведьмак ведьмак спрашиваешь зачем мне два меча один для чудовищ другой для людей член меня один я трожь его него глядеть то нельзя он похуже прокаженных будет видал я одного такого полдюжина людей порубил кровь повсюду а сама не почесался от него трупами смердит если желаете отдохнуть на моем постоялом дворе пожалуйте за мной покажу вам лапу ну чтож отлично пойдемте посмотрим на лавку я думаю нас сейчас куда-нибудь отведут спасибо мил за что не стали затевать свары с этими поганцами я не в свои дела не лезу желаете местной остановиться в моей корчме нет мне надо только узнать где генрик он живет в селе вересковки не знаю где за пригорком утру зарево там полыхало у может им перцы напали что ты знаешь о генрике гендерке кто такой гендерик странный он мужик пришел неведомо откуда не понять зачем пригрел при себе вдову мне мужа за кусок хлеба забили стал с ней жить люди барона чужих не любят он им дороги не переходит всегда знает когда они явятся и тот же пропадает спасибо корчмарь дам хорош хороший корчмарь так ну что ж нам здесь наверное больше особо ничего не надо бруно ведьма как вовремя ну-ка ты там давал заказы будь здоров эй погоди я хочу поговорить привет я по поводу заказа я так понимаю для меня есть работа да насчет брата моего миккеля он забрал баб из кузницы и повел их в горы неделю тому как баб из кузницы кузница богатая деревня была пока через нее войско не прошло хаты сожгли кладовки объели мужиков в рекруты забрали но и остались баба одни ни еды не крыши себе взять их никто не хотел в навигра три танцы их не пустили но так миккель повел их старым шахтам там хотят дождя можно укрыться и теперь от них ни слуху ни духу ну что ж надо помочь ну ладно поищу твоего брата как его узнать да это не трудно он там на всю компанию единственный мужик иногда останки в таком состоянии что трудно определить пол останки сплюньте самая большая дорогу перепутал но если что были на нем опорки из телячьей кожи сапожник подошва делал я ему говорил не ходи в них в горы попортишь только а он ими так гордился этого должно хватить спасибо так отлично взяли мы заказ давайте посмотрим что еще здесь можно сделать а слушать это бандиты ребята вот эти вот пришли может быть чем пожать есть вам так почему барона называет кровавым почему барона называют кровавым с этим наверняка связаны какая-то история когда он еще был солдатом ему приказали занять красильню в которой засели нильфы другого может взял их измором но барон человек вспыльчивый тут же и ударил черные сдались и вороных взял живьем но кто-то разбил чан с красной краской и все вылилось в реку потом люди говорили что река кровью окрасилась потому как барон всех вырезал с тех пор и прозвали его забавные старе ирония судьбы ну недели раньше на малом острове бароны правда устроил резню только об этом мало кто говорит так давно ли здесь барон правит барон же не местный тимерец но не отсюда говорят он дезертировал вместе с войском однажды заявился суда со своим отрядом должно быть надоело им скитаться занял замок старого владителя и стал господином во вроницах я думаю как черный здесь обоснуется то оставят вронится ему и станет он настоящим бароном я бы что-нибудь выпил я бы что-нибудь выпил что у вас там есть так давайте посмотрим что мы можем продать у нас барахла в общем достаточно много уже но сильно много купить мы чё-то не можем да и с деньгами у нас вот так вот тогда ладно тогда смотрим и облизываемся как говорится давайте выходим из лавки прощай прощай надо где-то бабла скупить так что у нас здесь смотрите телега лошадь бандиты наши парни с ней улюбятся нет ли у тебя чего пожрать а то не голодный что свой кузнец ну-ка давайте с кузнецом пообщаемся кузнец так мы слушайте они походу бандиты уезжают я думаю чтобы наверное с ними даже будем еще не раз встречаться будем разбираться так ну а мы тогда с вами попробуем наверно поехать дальше поискать нашего связного или может быть дождемся утра как вы думаете да давайте наверно подождем утра медитация до пяти утра окей поехали так отлично выходим слушайте эти ребята все еще грузится ладно вперед плановых ждать не будем поедем правда дождик начинается но что поделать там поскакали давайте-ка глянем на карту куда нам собственно ехать то сейчас окажется что ехать черти куда слушайте ну вот а замок здесь наверно замок барона вот он связной нам надо будет проехать здесь вот по воде вот так вот сюда ну что поехали поехали латва не так быстро давай наоборот быстро жми он не погодится опять какие-то колышки здесь непонятного всякого все-таки не чудовище по влазит люди какие-то бегают все тут происходит так но вся 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 спрятались от дождя интересные кино так стоп а почему мы едем вот сюда давайте-ка посмотрим да мы не туда свернули неудобно здесь все-таки карту смотреть но вот туда надо поехали сюда сюда давай жми да прикольно большой мир люблю путешествовать надеюсь что вы тоже любите путешествовать особенно по всяким разным заморским странам правда не люблю когда это папа ну ладно поехали хотя это бандосы какие-то что ли ладно поехали не будем встревать давайте болен мэп все верно шевелить парально видим давай жми так как ночью видим практически несмотря на то что сейчас утро пол шестого утра такое ощущение что как будто очень ночью выкали глаз деревенья велен сохранилась игра страны воздух как если в жаркий день спуститься в глубокий поле это дымка собаки так но я чувствую что ничего хорошего мы здесь не найдем давайте мы к пен сделаем и включим защиту поищем того кто нам нужен что давай иди сюда собачка так ну что рубимся 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 спокойно мужик я свой спокойно все уже кончилось да кончилось только как прежде уже не будет никогда этого не забуду ну что рассказываю что случилось я ищу человека по имени гендрик он живет в этом селе уже не живет схватили его в той хате если бы вы слышали эти вопли господин мой если бы вы только слышали как человек может кричать расскажи что случилось что тут случилось говори по порядку забрали их всех забрали солнце заходило а вот свет алый был как кровь я подумал еще странно даже лягушек не слыхать лягушек не послушал охота диком Не знаю, что там делось. Страшные должно быть вещи. Гендрик кричал, потом молил, а под конец только стонал. Жестко. Отлично. Не долго были, а село замерзло, как посреди зимы. Ты после них в хату заглядывал? Нет. И нога моя туда не ступит. Никогда. Прощай. Надеюсь, ты обретешь покой. Вот она. Так, ну что, давайте осмотрим. Его пытали. Жутко. Может, они что-то пропустили. Так, давайте обыщу штаны. Обыщу его штаны. Не гнуться. Словно мокрые партки на морозе сушили. Проверю кафтан. Может, он что-то спрятал в кафтане? Холодный, как лед. Ничего здесь нет. Ну, давайте в башмаке посмотрим. Проверю в башмаках. Засохшая кровь. Он спрятал в башмаке ключик. Где-то должен быть замок от этого ключа. Отлично. Давайте поищем. Нашим ведьмачьим чутьем. Посмотрим. Сквозит. Похоже, под развалюхой есть еще помещение. Надо бы тут прибраться. Посмотрим, что там. Ух ты. Прикольно. Пропала. Тамара Стенгер, дочь кровавого барона. Возможно, похищена. Богатое вознаграждение любому, кто найдет ее или приведет. Так. О, да. Замые вещи валяются просто так. Он сошел с ума или... Давайте зажим свечи. Посмотрим, что здесь. Здесь. Везде пусто. Вот тут еще свечки. Так. Вот что мне не нравится, то что свечки фигов зажигаются. Фиг подойдешь. И не подожжешь. Алхимические какие-то аксессуары. Может быть, все-таки мы как-то сможем зажечь? Нет. Так. Что здесь еще есть? Больше ничего. Давайте тогда все-таки, наверное, попробуем зажечь. Включим. Опа. Ну-ка. Посмотреть. Интересно. Что там? Так. Давайте посмотрим. Так, что-то дальше. Я не вижу, куда двигаться. Ага, проход. Что тут? Отчетная книга. Плата за мешок зерна. Счет за древесный уголь. Гендрик выдавал себя за торговца. Здесь что-то еще. Заметки, спрятанные среди счетов. Ловко. Ну, давайте посмотрим. Интересные заголовки. Так, разыскиваемое. Разыскиваемое. Объект появился на Скеллиге. Также его видели в Новиграде. Внешний вид не изменился. Серые волосы, шрам на лице. Контактов с людьми избегает. Пьяный кабан. Пьяный кабан. Так называемый барон приютил объект в замке, точнее в захваченной крепости. Причина неизвестна. Поговорить с бароном во Вроницах. Ссора с ведьмой. Ссора с ведьмой. Объект оказался на болотах, столкнулся с ведьмой. Конфликт. Причина неизвестна. Разыскать ведьму. Поговорить с мужиками. Село Подлесье. Надо быть осторожней. Надо быть осторожней. За мной наблюдают. Не знаю, кто это может быть. Пес убежал. В ведре замерзла вода. Странное зарево на небе. Мужики говорят, это плохой знак. Так. Ну вот и все. Они как-то разузнали, что Гендрик ищет цири. Это мы его и пытали. Я опоздал. Единственная ниточка это барон и какая-то ведьма. Зараза. Так. Опыт получили. Это хорошо. Ну-ка, давайте посмотрим записки. Учетная книга. Тра-та-та. Ля-ля-ля. Пес убежал. Все понятно. Так, ну что. Задание мы с вами выполнили. Новое задание. Охота на ведьму. Давайте поднимемся. И кровавый барон. Так. Давайте выбираться отсюда. Что-нибудь здесь еще есть в селе. Наверное ничего. Здесь все сожгли. Да, печально, печально. Людей не осталось. Похлебка. Что здесь? Опа. Что-то есть. Спирт. Может быть, что-нибудь найдем интересненькое. Сало. Ух ты, как я могу. Прикольно. Стой. Вода. 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 Все здесь, все пусто. Давайте выходить. Вот тут вот что-то открывается тоже. Давайте посмотрим. Слушайте. Здесь явно дверь задвинута. Видите, да? Может быть, как-то можно сюда пробраться. Давайте попробуем. Прикольно. На крышу мы забрались и съехали с ней. А толку-то что? Ну, тут явно кто-то есть. Я так думаю. Кто-то спрятался. Закрыто. Нужен ключ. Отлично. Ключ. Давайте поищем ключ. Вот там что-то есть. Давайте туда. А, ну это мы здесь и были с вами. Или нам не интересно. Но здесь где-то явно еще должно быть что-нибудь. Тоже закрыто. Тоже нужен ключ. Но мне кажется, со временем это селение станет наполнено людьми. Но пока они спрятались все от нас. И не хотят с нами общаться. Еще. Мясо гниющее зачем-то я взял. Фиг его знает зачем. Так, повозки тут всякие. Давайте вот туда сбегаем. Посмотрим, что здесь у нас. Нет, здесь ничего нет. А здесь? Вот здесь дверь есть. Давайте здесь поищем. Кукла. Отлично. Так, что тут? Отлично. Опять грабли эти гребаные. Под свечник. Хлеб. Вот хлеб это хорошо. Опять подожжем. Так, кто знает. Ну-ка давайте прочитаем. Говорят, сперва их было 4. Мать, та, что знает хозяйка лесов, пришла из дальних земель. Поскольку тяжко страдала от одиночества, сделала трех дочерей из грязи и воды. И когда мать была единственной властительницей Велина, ее дочери доносили до нее просьбы людей. Служили к лодцам каждую весну ее ночи. Хозяйки лесов приносили жертвы зерном, скотом и людьми. Но шли годы, и мать все глубже погружалась в безумие, которое в конце концов перекинулось на ее землю. Люди стали бросать свое имущество и уходили на болото, где становились добыча диких зверей. И вскоре Велин утонул в крови. И дочери видели, что край умирает, и взяли на себя роль его спасительниц. Весной, в ночь жертвоприношения, они убили мать и похоронили ее в трясении. Кровь же ее, растекшуюся по всей земле, впитали корни дуба, что стоит на вершине Арткербин. И с тех пор это дерево приносит людям самые полезные и благотворные плоды. Но бессмертная душа матери отказалась покинуть свой любимый край, и сестры заточили ее. До сего дня она томится под шепчущим холмом и мечется там в бессильной ярости. Вот такая вот интересная фигня. Так, ну что, здесь у нас больше ничего нет. Это есть свечка, которую нельзя... А нет, можно сажать. Есть вот еще что-то. Подавайте, здесь будет шкура. Еще что-то. Все, здесь точно уже больше не надо ничего. Вот наша лошадка, давайте заберемся на нее, посмотрим, где мы с вами находимся и куда нам нужно двигаться. Угу. Здесь у нас Кровавый Барон, а где у нас Ведьма? Ведьма, ведьма, ведьма. Что-то непонятно где ведьма. Ну-ка, давайте-ка задание посмотрим. Найти ведьму. Карта. Найти ведьму самостоятельно или расспросить жителей подлесья. На распутии. Георик. Дерево висельников. В общем, нам нужно куда-то сюда двигаться будет с вами. Но займемся мы этим в следующий раз. Я здесь смотрю, какие-то большие города есть. Здесь вот поместье Барона. Здесь явно город какой-то. Здесь вообще просто там почти, я не знаю, Москва какая-то. Вот здесь вот какая-то крепость. В общем, много здесь нас интересного с вами ждем. Я чувствую, мы в этой локации надолго застрянем. Ну, а продолжим мы с вами в следующий раз. Приходите еще, будет много всего интересного. Большое спасибо, что смотрели. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok